Здравствуйте! Сегодня поговорим об основных аспектах безопасности труда, которые нужно учитывать в логистических компаниях, какие документы по ОТ необходимо разработать и как эффективно организовать управление охраной труда. В современном мире логистика играет ключевую роль в экономике, обеспечивая своевременное перемещение товаров и грузов. Эффективность логистических операций неразрывно связана с обеспечением безопасности труда на всех этапах процесса грузоперевозок. Охрана труда в логистике охватывает множество аспектов – от безопасности складских операций до транспортировки и доставки грузов. Аспекты охраны труда в логистических компаниях можно рассмотреть через несколько ключевых направлений. Первое – это безопасность на складах и во время прогрузоразгрузочных работ. Включают в себя организацию безопасного хранения товаров и соблюдение техники безопасности при работе с грузами. Важно, чтобы сотрудники использовали соответствующие средства индивидуальной защиты и следовали установленным процедурам для предотвращения несчастных случаев. В учебно-экспертном центре АйТека вы можете пройти специализированные курсы по безопасной эксплуатации слаженного оборудования и логистики на транспорте. Второй важный аспект – это транспортировка и перевозка грузов. Начинается с обеспечения безопасности водителей, включая соблюдение режимов труда и отдыха, а также прохождение регулярных медицинских осмотров. Также важно поддерживать транспортные средства в исправном состоянии, проводить их техническое обслуживание и проверку. Кроме того, необходимо соблюдать правила безопасности при погрузке и разгрузке, а также следить за правильным распределением груза. В транспортном средстве, чтобы избежать перегрузок и несбалансированности. В учебно-экспертном центре АйТека вы можете пройти обучение по направлению безопасность дорожного движения. Третье – это использование сложного оборудования и грузоподъемных механизмов. Требует комплексного подхода к обеспечению безопасности. Основной акцент делается на квалификации и обучении персонала, который должен четко знать правила и методы безопасности работы с оборудованием. Также важным аспектом является регулярное техническое обслуживание и проверка оборудования, чтобы предотвратить его поломки и несчастные случаи. Немаловажную роль играет и создание рабочей среды, которая максимально адаптирована к безопасной эксплуатации техники, включая четкое зонирование и сигнализацию на складах. Документы по ОТ, которые должны быть в логистических компаниях. В логистических компаниях необходимо ввести ряд документов для организации и контроля охраны труда. Перечислим основные. Положение об охране труда. Это основной документ, который описывает политику компании в области охраны труда, ее цели и задачи. Правила и инструкции по охране труда. В них пропишите детализированные указания по безопасности для каждой должности и вида работ, включая особенности обращения с оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Журналы регистрации инструктажей по охране труда. В журналах фиксируют проведение обязательных для сотрудников. Первичных, повторных, внеплановых. Введение журналов инструктажей регулируется общим положением Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением правительства РФ и приказом Минтруда России. План мероприятий по улучшению условий труда. В него включите перечень запланированных мероприятий для повышения безопасности на рабочих местах с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. Результаты специальной оценки условий труда. К ним относятся отчет и карты, содержащие информацию про условия труда на рабочих местах и рекомендации по их улучшению. Выполняется согласно Федеральному закону от 28.12.2013 номер 426 ФЗ о специальной оценке условий труда. Документы о медосмотрах сотрудников. Они подтверждают прохождение обязательных медосмотров, важных для оценки здоровья и пригодности сотрудников к выполнению их профессиональных обязанностей. Организация предварительных и периодических медицинских осмотров проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 номер 29 Н. Организация предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей по приказу Минздрава России от 30.05.2023 номер 266 Н. Карты оценки рисков. В них указывают информацию о профессиональных рисках, которым подвергаются сотрудники во время проведения работ и нахождения на территории организации. Договоры и соглашения с внешними организациями. Они охватывают сотрудничество с организациями, которые занимаются обслуживанием и контролем за состоянием оборудования и условиями труда. Документация на оборудование и инструменты. Это технические паспорта, инструкции по эксплуатации, журналы учета и обслуживания. А еще хочу вам напомнить, что у нас есть медиатека для специалистов по охране труда. Ведущие эксперты отрасли пишут статьи, публикуют новости и записывают для вас подкасты. Также в медиатеке размещены шаблоны и образцы документов по ОТ на предприятии, бесплатные курсы и видео-лекции. Пользуйтесь! Много полезной и актуальной информации можете найти по ссылке в описании. Как организовать эффективное управление охраной труда в логистике? Чтобы персонал логистической компании хорошо понимал, как обеспечить свою безопасность на работе и правильно использовал оборудование, необходимо организовать качественное обучение и инструктажи по охране труда. А регулярные медицинские осмотры помогут своевременно выявить профессиональные заболевания и оценку их пригодности к работе. Проведение специальной оценки условий труда помогает определять и устранять опасные производственные факторы. Важно! Эффективное управление охраной труда в логистике начинается с разработки всесторонней политики охраны труда. Затем важно провести тщательную оценку всех потенциальных рисков на рабочих местах. Создание подробных правил и инструкций по каждому виду работы поможет обеспечить четкое руководство для сотрудников по вопросам безопасности. Внедрение системы мониторинга и контроля за соблюдением мер безопасности, а также разработка эффективных механизмов реагирования на происшествия и несчастные случаи обеспечивают непрерывное улучшение условий труда. Постоянный анализ и адаптация к изменениям в законодательстве и отраслевых стандартах, а также учет обратной связи от сотрудников способствуют развитию и совершенствованию системы охраны труда. Рассмотрим каждый шаг, который поможет грамотно организовать охрану труда в логистической компании. Шаг 1. Разработка политики охраны труда. Необходимо создать документ, который будет отражать цели и задачи компании в области охраны труда. Определять ответственность за ее реализацию и способы контроля за соблюдением правил безопасности. Шаг 2. Оценка рисков. Этот шаг включает анализ всех возможных рисков на рабочих местах от погрузоразгрузочных работ до управления автотранспортом и разработку мер по их минимизации. Шаг 3. Разработка правил и инструкций. Создание детальных правил и инструкций для каждой должности или вида деятельности, включая безопасное обращение с оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Шаг 4. Обучение персонала. Регулярное обучение и инструктажи сотрудников по охране труда, в том числе по правилам эксплуатации оборудования и действиям в чрезвычайных ситуациях. Шаг 5. Мониторинг и контроль. Внедрение системы для постоянного мониторинга и контроля за соблюдением мер безопасности на рабочих местах. Шаг 6. Проведение медицинских осмотров. Организация обязательных медицинских осмотров для работников, в том числе предварительных при приеме на работу и периодических. Шаг 7. Специальная оценка условий. Проведение оценки рабочих мест для выявления и устранения вредных и опасных производственных факторов. Шаг 8. Учет инцидентов и несчастных случаев. Разработка четких процедур для реагирования на происшествия несчастных случаев, включая расследования и их причины, а также меры по предотвращению в будущем. Шаг 9. Непрерывное улучшение. Постоянный анализ и улучшение системы охраны труда, включая адаптацию к изменениям в законодательстве и отраслевых стандартов, а также учет обратной связи от сотрудников. В целом, подход к охране труда в логистических компаниях должен быть многофункциональным, охватывая как физические, так и психологические аспекты работы, а также постоянно адаптируясь к меняющимся условиям труда и требованиям законодательства. Продолжение следует...